И кстати, вот ровно прямо сейчас мы обсуждали тему декабря, как все его пережили, как все вышли буквально без каких-либо седых волос и так далее в январь, но организм так или иначе требует восстановления. Все равно хочется поддержать, тем более до весны еще достаточно далеко, вот эта вот зимняя хандрана присутствует, праздники миновали, поэтому потихоньку начинаем грустить в январьское затишье. И сегодня давайте как раз таки посмотрим и познакомимся с тем, что может нам помочь, да и вообще в принципе я, например, тему витаминок обожаю, потому что реально, как только вы начинаете пробовать, вам начинает очень нравиться ваше состояние и эффект от них. Друзья, я предлагаю так, про чаты вы все знаете, пишите, задавайте свои вопросы, кто смотрит нас в инстаграм, можете переходить и в озон, также смотреть данный стрим на платформе озон. Почему? Потому что это удобно, вы можете сразу любые витамины, о которых идет речь, просто себе в корзину на озон отправлять, потому что плюс ко всему, обратите внимание, здесь во время стрима для вас специальные скидки. И, конечно же, не забывайте о том, что чат создан специально для вас, чтобы вы задавали нам свои вопросы. Собственно говоря, кому адресовать вопросы? Ну не мне же, естественно. У нас для этого есть прекрасные люди. Я хочу вас познакомить, а многие из вас уже знают, представитель компании, о которой сегодня пойдет речь, ВТФМ. И плюс ко всему, по совместительству, скажем так, мама двоих детей, один из которых непосредственно участвовал в тестировании продуктов. Старшенький, младшенький? Старшенький. Очень любят. И Машенький уже любит, да? Вот. И плюс ко всему, смотрите, 10 лет работы в сфере фармацевтики. То есть человек, которому абсолютно точно можно доверять. Валентина, вот так, друзья мои, познакомились, быстренько все дружно обнялись и начали тему витамин. Что мы сегодня будем обсуждать, для чего они, в принципе, нужны, и как давно ты лично, например, видишь эффект на себе? Мы сегодня обсуждаем тему железа. Зачем оно? Да, зачем оно, кому и что же можно выбрать. Соответственно, больше с акцентом на детей, но и взрослым тоже продукты есть. Соответственно, железо. Я думаю, что большинство знает, что железо – это очень важный микроэлемент, который нужен для того, чтобы наш организм полноценно функционировал. В том числе он влияет на передачу, так скажем, на транспорт молекул в нашем организме. Поэтому железо чаще всего ассоциируется, конечно, с кровью. То есть это возникновение анемии при дефиците железа. То, что обычно на слуху. Но при этом весь транспорт активно также поддерживается, влияет на иммунную систему. То есть, грубо говоря, если есть дефицит железа, то, скорее всего, иммунная система наша также не полноценно работает. Ну и плюс это же такой вот какой-то замкнутый круг, потому что стоит чему-то сбиться в организме, и там начинает все рассыпаться как-то, и тоже все сразу – железо. Да, железо нужно. Соответственно, мы разберем, какие же есть нормы по железу и какой железо бывает. Нормы у нас по железу такие, что в среднем вообще у человека в организме содержится от 3 до 5 грамм железа. У взрослого. Нормы, они считаются от веса и объема крови, но это средний показатель. Соответственно, основные запасы железа в организме вообще формируются тогда, когда мы находимся еще не родившимися умам в животе в последние 2 месяца. Поэтому особое внимание нужно уделять тем, так скажем, категориям людей, которые являются недоношенными детишки, соответственно, либо рожденными с низкой массой тела. Это в том числе показатель того, что есть дефицит железа, потому что последние 2 месяца они были неполноценны. И то есть, если, например, девушка находится, женщина, в положении последние 2 месяца беременности, нужно уделять внимание как раз-таки железу? Да, вообще, в принципе, беременным очень часто рекомендуют железо. Почему это? Ну, стандартная практика, что, конечно же, беременные проходят скрины. Это, соответственно, анализы, по которым отслеживаются показатели, и рекомендуется часто очень прием железосодержащих продуктов. Потому что и для женщины это важно, и для ребенка, который внутри нее развивается. Вот. Но, тем не менее, опять же, дефицит железа может возникать дальше у нас, как и по жизни. Да, независимо от того, что было тогда. Да, соответственно, при следующих причинах. Как несколько назовем, это неполноценное питание, что, в принципе, очень распространенное у нас явление. Это, соответственно, быстрый рост. То есть, это детишки, которые... За лето, да, как это обычно бывает? Вымахали? Да, уехал на дачу одним, приехал другой. Соответственно, это быстрый рост, когда у них тоже возникает дефицит железа. Это вегетарианство, когда у нас ограниченное питание, и в том числе человек не кушает мясо, соответственно, а мясо является одним из источников железа. Это у девочек, соответственно, повышенное. Поскольку, понятно, есть менструация, это потеря железа практически в прямом виде. Поэтому и потребности вообще организма у мальчиков и у девочек разные. То есть, если смотреть нормы, рекомендуемые по потреблению железа, например, у взрослых это у мужчин 10 миллиграмм, а у женщин 18, потому что потребности выше. То же самое у детишек, что до определенного момента у них потребности одинаковые. Как только подростковый период начинается, то у девочек, соответственно, тоже потребность выше. Ну, почему-то вот я даже тоже, когда перед стримом смотрела, в принципе, если посмотреть на рацион питания, у мальчиков все равно больше так или иначе мяса в рационе. Ну, как-то так сложилось, да. Даже у меня супруг, как это я не поем мясо? А я как бы к нему более спокойно. Я посмотрела даже по статистике. Девочки чаще все равно там фрукты, овощи, мясо есть, но не в таком количестве, не то чтобы, знаешь, кусок сразу взять и съесть. И получается, что при том, что женскому организму нужно больше железа, он из естественных продуктов поглощает его гораздо меньше, даже чем мужчина. Хотя ему изначально надо его меньше. То есть как бы вот этот дисбаланс, он в питании присутствует. Да, и при этом стоит отметить, что в зависимости от питания усвоение железа тоже может быть выше или ниже, потому что железо такой микроэлемент, который, например, при употреблении с чаем, грубо говоря, при этих же самых овощах, это все снижает всасываемость железа. То есть мы в среднем получаем из пищи в районе 10 миллиграмм железа, а усваивается в кишечнике только 1-2, и при этом этот показатель можно еще занизить, с учетом того, что что-то пошло, как бы конкурирует при усвоении. То есть, получается, при норме в 3, ты говорила, грамма. В целом у нас содержится от 3 до 5, то есть что-то в запасе, что-то постоянно функционирует, то есть из запаса берется, функционирует, и это содержание нужно, ну, соответственно, пополнять, обновлять. Интересно. А получается, если из питания сложно восполнить, тем более сейчас в больших городах, да даже уже не в больших городах, такой же ритм. Да, вот эта вот бесконечная беготня, работа, учеба, магазин, дети, садик. И вот это все происходит в таком формате, что если съели хотя бы плюшку, уже, считай, день прожит в нормальном состоянии. Рацион скудный сейчас у людей, недополучаем вот эти все вещества, витамины, микроэлементы. Витаминами можно восполнить? Нет, железо, оно железо. То есть витамины – это витамины, железо – это железо. Да, да, да. Это... А если, например, вот я... Вкусное железо. Вот при помощи вкусного железа. Можно как-то восполнить? Будет вкусное и будет железо. Да? Да. Тут надо разобраться. Соответственно, какие есть признаки, ну, так скажем, некоторые симптомы того, что дефицит железа. Да, да, да. Это вялость, это сонливость, это быстрая утомляемость, соответственно, раздражительность, капризы у детей. Все такие, знаешь, у детей. Да, это явные признаки анемии. Они имеют, соответственно, дефицит железа. Поэтому здесь, конечно, в зависимости от того, какой показатель, соответственно, содержания в крови. То есть может быть рекомендован либо прием лекарственных средств, когда уже прям все нужно лечить, либо, соответственно, профилактический прием продуктов, которые поддерживают твое поступление железа в организм, потому что из питания, как мы уже обсудили, не хватает. Вот. И в данном случае, ну, сегодня мы рассматриваем прилатентный, так скажем, дефицит железа, когда это не ситуация, когда нужны лекарственные средства, а когда нужна профилактика. Да-да-да. Вот. То есть как раз к таким ситуациям и относятся вот эти быстрый рост, дефицит в питании. Спортивные нагрузки также являются причиной возникновения дефицита железа, потому что расход увеличивается, нужно больше потреблять. Организм потребляет из запасов и в итоге истощается. Вот. И в данном случае я бы перешла к такой теме, что какое железо есть, и рассмотрим на примере продуктов содержание и в какой форме это может быть. Давай. Соответственно, начнем мы с того, что классическая история, все, наверное, помнят, в детстве всем давали гематоген. То есть это вот такой классический советский продукт, который покупали в аптеке на сдачу, соответственно, и батончики, которые мы кушали. В нем источником железа является альбумин. Альбумин – это сырье, которое получается из бычьей крови, и фактически для того, чтобы насытить свою кровь железом, мы просто кушаем кровь. То есть это... Да, в детстве, когда Вадим узнала, у меня была просто «Что?». Да, и это самое лучшее усвояемое сырье и источник железа, поскольку это, собственно, то, что нам необходимо, и оно максимально хорошо усваивается. Но при этом, что такое альбумин, понятно, он имеет специфический вкус. То есть и в данном случае, понятно, что и батончики очень часто содержат большое количество вспомогательных веществ, чтобы это... Ты ничем не перепутаешь. Да, чтобы вот этот вкус как бы минимизировать, привкус сырья. В данном случае у нас, например, есть продукты гематоши, которые тоже являются источником железа, сырьем которого источником является альбумин. То есть то, что очень хорошо усваивается организмом, лучше всего. А тут разный вкус, я уже так посмотрела. Да, со вкусом вишни, со вкусом корицы, малины. Слушайте, это круто. Да, и в данном случае гематоши отличается чем? Что здесь меньше вспомогательных веществ, здесь нет сгущенного молока, который обычно в батончиках, нет пальмового масла и есть разные формы выпуска, чтобы потребитель мог выбрать то, что ему будет интереснее. Есть таблетки. Вот такие вот, да они? Да, какие-нибудь открыть. Малину, вишню, корицу. Какую, какие хочешь. Давайте откроем малину. Давай. Значит, они в зипотезе. Это для детей, да? И детям, и взрослым. И взрослым. Да, можно и детям, и взрослым. Соответственно, это таблетки. Конечно же, как я сказала, они имеют тоже достаточно специфический вкус, но максимально замаскированные так, чтобы это было вкусно. А можно попробовать? Конечно. А то сейчас говорят, а хочется сразу на себе. Реально такая вот таблеточка. Я думаю, это будет как риска. Она жуется. А, да? Да, соответственно, вот такая одна маленькая таблетка, это как вот один кусочек вот этой плитки гематогена. То есть он обычно такой побольше, в нашем случае вот они такие небольшие. Это прям малина. Я даже не чувствую вот этот привкус гематогена, который с детства знаю. Вообще не ощущается. Ну, они так быстро распадаются, такая таблетка, ну, не жесткая. Прикольно, слушайте. Очень вкусная. Потому что, ну вот да, то, о чем ты говорила, ну, такой вот ни с чем не спутаешь вот этот привкус. Я думала, что все равно он отдаленно будет присутствовать. Нет. Малина. Просто малина. Да. Есть форма желейных батончиков. Значит, они выглядят, ну, соответственно, есть, да, номер три. Значит, со вкусом вишни и со вкусом колы. А что значит номер три, ты сказала? Это три стика в упаковке. А, все, поняла. Да, значит, детишки обычно любят сладкое, поэтому именно до таблетки кому-то нравится, кому-то нет. Дело вкуса. Поэтому у нас, как я сказала, уже есть разные формы выпуска, чтобы человек мог выбрать. Есть желейные батончики. Это, значит, такие стики, которые вот тут так открываются. До чего дошел прогресс, ребята? И постепенно, не до конца я открыла, поэтому сейчас мы дооткроем. А, и такое желешко, да? Да, и будет такая желешечка. Класс. Вот. При этом стоит отметить, что поскольку продукты для детей и для взрослых, тут не содержится никаких искусственных ароматизаторов и красителей, только натуральные. И даже несмотря на то, что это вкус кола, это смесь ароматики так, что в итоге это похоже на напиток кола. Можно попробовать? Конечно. Я сразу, так, хватит слов, больше дела. Он такой сладенький. Классно, прям. И прям желешечко. Знаешь, мне еще кажется, что это крутая альтернатива для ребенка. Когда мама хватает из-за сердца, что целая бутылка колы у него где-то там в машине, когда они едут, знаешь, там он сзади сидит. А так, дал стик, пожалуйста. Вот тебе и кола, вот тебе еще и железо. И железо, и вкусно, и полезно. Слушайте, очень классно. Это можно как перекус использовать, когда хочется что-то сладенького. И запить. Да. Соответственно, вместо того, чтобы скушать шоколадную конфетку, можно скушать гематошу. Причем иногда детей реально не заставят какие-то таблетки принять или что-то еще. Это очень здорово, чтобы продумали разные формы. Потому что каждая мама, например, найдет то, что подойдет именно ребенку. А может быть, это в качестве игры, знаешь, там один день у нас таблеточка, второй день вот мы едем куда-нибудь, у нас дальняя дорога, это будет желейный стик. Да, это будет как перекус, может быть. Круто. Соответственно, есть еще мармеладные постилки. Они со вкусом клубники или со вкусом полы. Там, соответственно, они мармеладки в виде сердечка. А, это как у взрослых. У вас есть коллекция с сердечками, да? Да, такие, только они темненькие, поскольку там альбумин, он как бы темный. Вот, соответственно, в линейке гематоша она вся для детей с 3 лет и для взрослых. Единственное, что в продуктах разное содержание, опять же, железа. Что в таблетках, в одной таблетке 0,6 граммов железа, соответственно, в стике 3 грамма железа и в мармеладках тоже 0,6 граммов в одной постилке. А, то есть вот в стиках даже больше, да? Да, и, соответственно, стиков меньше в день, потому что таблеток нужно побольше и мармеладок тоже побольше кушать. А если 3 грамма, то есть это вот один стик в день или сколько? В зависимости от возраста. Там у взрослых как минимум 2 точно. Вот. Соответственно, дальше перейдем к видам железа, которые есть. Они по химической своей составляющей могут быть либо двухвалентными, либо трехвалентными. Двухвалентное железо, оно лучше усваивается организмом. Часто в препаратах используется в виде сульфатов. Но многие, если кто принимал железо, которое содержит большие дозировки, знают, что оно имеет достаточно специфический вкус, такой с металлом. И очень часто у таких продуктов есть различные побочные эффекты. Кстати, здесь вот пишут как раз таки о том, что... Сейчас вот секундочку. Вот. Не люблю практически все продукты, которые содержат железо, приходится восполнять таблетками. А они не. Да. Вот о чем ты как раз таки говорила. А вот есть, оказывается, возможность подобрать для себя альтернативу поприятнее. Да. С точки зрения прям профилактики, все-таки лучше заниматься профилактикой, нежели чем лечением. И в данном случае это более вкусные продукты, которые не вызывают такого количества побочки. И, опять же, можно пропить курс. Потому что, опять же вернусь, препараты, например, которые содержат двухвалентное железо, имеют много побочки. И поэтому очень часто, что отмечают, это не может потребитель пропить полный курс, он бросает. Во-вторых, из-за того, что возникает побочка, ему приходится принимать еще другие лекарственные средства, дабы ее убрать. Ну, такой себе аттракцион. Вот. Тут как бы, да, такая полка о двух концах. Соответственно, есть трехвалентное железо, которое в организме должно перейти в двухвалентное и после этого уже, так скажем, всасывается. Трехвалентное железо практически не имеет побочных эффектов по сравнению с двух, не имеет такого специфического вкуса, привкусу металлического, соответственно, стало чаще использоваться в производстве продуктов. В данном случае у нас в продуктах лежит, вот два мы сейчас рассмотрим, это перфосфат железа. Ой, как интересно, что это? Все-таки кивнули, да, да, мы понимаем. Это соль железа, которая отличается как раз тем, что она хорошо усваивается организмом. У нее меньше, как сказать, после ее усвоения меньше в организме каких-то нерастворенных солей железа, вот, в отличие от других. Поэтому мы в производстве используем его. Ну, и опять же, оно лучше усваивается по сравнению с большинством других солей. Рассмотрим такой сначала более простой вариант. Опять же, это витаем железо с витамином В12. Это жевательные таблетки. Их тоже можно от 3 плюс, да, от 3 лет использовать. Их тоже можно... А дозировки, они на упаковках указаны? Да, конечно. На всех упаковках указаны дозировки, при каком возрасте, сколько таблеток. Слушайте, тут очень крутые таблицы, на самом деле. Это я взяла в руки сейчас гематоши, мы его ранее пробовали с вами. Вот здесь вот все очень понятно, и по возрасту понятно, и по количеству, и на самом деле вот взрослая группа. Слушайте, классно. Да, соответственно, вот есть витаем, там жевательные таблетки в виде бегемотиков, соответственно, то, что детям всегда интересно, можно превратить это в игру. Опять же, они вкусные, жуются, прям предлагаю попробовать. А вот я не откажусь. Видите, классные, реально бегемотик. Да, они со вкусом клубники. Запах классный, тоже такие вот прям конфетки фруктовые. Клубника. Ты тоже пробуешь? Конечно. А ты участвовала, да? Я так поняла, что и ребенок твой тоже участвовал. Как это правильно назвать? Мы тестируем все наши продукты. Вот, тестирование, да? Да, поскольку мы являемся не просто производителем, а в принципе придумываем продукты, сами их разрабатываем. У нас есть своя лаборатория технологическая, которая этим занимается. А, не по готовым рецептам, да? Нет, мы сами занимаемся разработкой. Да, соответственно, все тестируем, в том числе у нас большинство сотрудников компании, кто непосредственно в этом варится. Все дети проходят тестовый контроль. Надо уже, знаешь, в компанию устраивать. Да, есть такое. Поэтому все, но в том числе это получение обратной связи и понимание, как бы нравится, не нравится, продукт жуется, не жуется, как по вкусу. Потому что, опять же, когда мы говорим о детских продуктах, взрослые имеют свои вкусовые. Приоритеты дети по-другому воспринимают продукты. И важно как раз, чтобы детишки пробовали и говорили, что да, вот это вкусно, а вот это, ну вот. Это как ребенка заставить съесть сердерей или авокадо. Так или иначе, все равно вкус действительно разный у взрослых детей. Но хочется сказать, что приятный, не сильно сладкий относительно этих таблеточек, которые мы сейчас пробуем, это фигурные жевательные таблетки. Ну и вот они такие достаточно, как леденцы. Ну конфетки такие прям, да. Да, они прям вот классные конфетки, которые в игровой форме можно приучать. Если, например, это первый подобный формат вашего ребенка, там у плюс-минус 3 годика, условно говоря, и вы только начинаете, мне кажется, это будет без проблем. Вот именно к таким витаминам его... Приучить. Приучить, да. Да, потому что все-таки прием витаминов нужно начинать с детства, и чтобы это было, ну, как некий ритуал, наверное. То есть они... Какая-то очень разовая история, да. А теперь мы начнем, да. В данном случае, что хочется сказать по Витаему, это, да, можно детям с 3 лет, соответственно, то есть они жевательные, опять же, не содержат никаких искусственных ароматизаторов, красителей. И состав дополнен витамином В12, который также улучшает всасываемость железа. А то есть комплекс изначально такой, чтобы максимальное количество пользы было вот именно интегрировано в организм? Да, здесь... А не просто так съеденное. Так, у нас подключаются новые зрители. Хотела сказать то, что, во-первых, очень много от вас откликов относительно скидки. Смотрите, чтобы найти и увидеть свою скидку во время стрима. Если вы в Инстаграм, перейдите на Озон, посмотрите там в стриме, у нас будет вот такая кнопка 13 товаров. Нажимаете, переходите в список и смотрите, все уже со скидкой для вас предоставлено. Во время стрима можете отправлять, например, в корзину те или иные витамины, и потом, сформировав свой заказ, сразу его оформить. Скидка действует час во время стрима и час после стрима. Это по московскому времени. Мы начали в 19.10. До 21 часа 10 минут вы можете спокойно выбрать, оформить. И самое главное, ребят, закончить, завершить заказ, потому что потом, когда вы пишете, я забыла, отвлеклась, а скидочка закончилась, но, к сожалению, в этой ситуации лично я ничем помочь не смогу. Так, Стаси, расскажите, как на вкус вишневый стик, думаю, взять себе. Кола не мой вариант. Меня заставили. Так, а какой здесь с вкусом вишня? Ребят, побольше задавайте таких вопросов. Я буду пробовать все. Ты знаешь, сегодня у меня просто роскошный день. Так, по поводу колы. Был вкусный, нормальный такой, сразу чувствовался типичный вкус колы. А вот вишня... Это просто вишневое желе. Класс. Я обожаю, кстати, желе. Сейчас мы дойдем с тобой до откровений. Именно вишневое покупаем. Мне прям очень нравится. Ложка не нужна. Вообще, да. Особые условия не нужны. Ребенок не замызгается. Легко и просто. Достаточно плотная консистенция. Смотрите, если, например, его даже побольше выдавить, видите, он никуда не выливается, не сваливается. Легко можно откусить, и все. В принципе, он прям действительно тает во рту. Спасибо за вопрос по поводу лишнего вкуса. Так, ладно. Давайте, я отвлеклась. Вообще, что тут происходит, я ничего не понимаю. Здесь мы с вами обсуждаем во время стрима самые важные темы. Сегодня мы говорим про железо в нашем организме, о его дефиците, и как восполнить ту самую норму, которая нам необходима для того, чтобы, как ты говорила, не быть вялыми, сонливыми, раздражительными. И капризными. И капризными. Поэтому вот вместо того, чтобы капризничать, подумайте, может быть, дело все-таки не в окружающих, а в том, что не хватает вашему организму железа. Так, началось. Ведущая прожорливая. Ребята, вы чего? Я всего лишь попробовала. Так, вот, правильно, я дегустирую. По поводу ваших комплиментов, спасибо огромное. Это очень приятно. По поводу вкуса Вишнева на этот вопрос ответила. Вот, кстати, хороший комментарий относительно того, что с детства, чтобы выработать иммунитет к здоровому образу жизни у ребенка, нужен режим. Вот то, как раз, о чем мы с тобой говорили, что можно потихоньку приучить ребенка. И как раз, плюс ко всему, я помню, когда была маленькая, тоже, знаешь, вот, например, сейчас знакомлюсь с людьми, а как у них было в детстве, сразу понятно, вот, условно говоря, на что родители обращали внимание. Кто-то из еды побольше черпал, а кто-то и еда, и комплексный подход, и физкультура, ты знаешь, пинком, иди быстренько на какой-нибудь там стадион побегай. И плюс ко всему витамины. Поэтому серьезно, если в вашем доме есть детки, мне кажется, вот такой комплексный подход, он очень здорово влияет и в последующем на его организацию жизни уже во взрослом состоянии. То, что мы сегодня уже с тобой попробовали, давай для тех, кто только подключается, это гематоша. Да, гематоша, который является источником железа, и сырьем является альбумин, то есть самая легко и хорошо усвояемая форма железа, соответственно, вот содержится в нем. Дальше жевательные таблетки Витайм, Кидзоу, железо плюс... Бегемотики. В которых же содержится железо перфосфат, который, опять же, хорошо усваивается по сравнению с другими солями и не имеет такого количества побочных эффектов, как двухвалентная форма железа. Так, и мы еще попробовали вот такие вот стики, батончики желейные. Они, я так понимаю, вот это вот в коробочках, да? Да, они, ну, по крайней мере, на зоне они у нас продаются в коробочках, соответственно, в которых содержится три стика, то есть, ну, в данном случае мы уже тут открыли. Кто-то уже и съел, за что меня все ругают. Да, вот, но, тем не менее, да, в продаже, в принципе, еще бывает номер один. То есть, они прям штучками продаются. Знаешь, какой следующий вопрос? Расскажите поподробнее про вкусное железо Кидз. Сейчас мы переходим к тем, кто хочет прям очень комплексно подойти к профилактике. Соответственно, у нас в линейке Кидз есть, да, продукт вкусное железо. В данном продукте не только железо, еще много дополнительных компонентов, о которых мы сейчас поговорим. Упаковка так выглядит, она легко открывается. Когда мы с тобой говорили про, помнишь, другие комплексы в прошлом стриме, вы можете, кстати, в архиве полистать, посмотреть. Мне вообще нравится вот этот формат у вас упаковок, потому что у меня было, по-моему, для сна что-то. Антистресс? Да, антистресс. О, вот, я же не могла уснуть весь декабрь. И я помню то, что вот как раз-таки потом дома, каждый раз так это удобно. Да, они очень удобные, то есть открыли, забрали стик, закрыли. Иди, понимаешь, я как потребитель, я не понимаю, как это работает, но у меня была эта привычка. Даже просто приятно открыть эту коробочку, достать. То есть это само побуждает тебя все-таки не пропустить следующий прием на завтрашний, например, день. Да, соответственно, у нас в упаковке 10 стиков, то есть стики – это такие небольшие пакетики. В данном случае у нас в составе, внутри здесь сироп. Продукт предназначен для детишек. В одном стике 9 миллиграмм железа, то есть больше, чем в других наших продуктах. То получается, если вот здесь было 3, да? Да. Больше из того, что мы с тобой сегодня разбирали, то здесь в 3 раза превышает это количество. Круто. А можно совмещать? Ну, в принципе, да. Ну, опять же, нужно смотреть на возраст, потому что, например, здесь детишкам от 3 до 7 лет нужен 11-ти в день. По-моему, даже до 11-ти. А старше уже нужно 2 стика, и, в принципе, можно дополнить это все приемом гематоши. И тоже с 3 лет, да? Тоже с 3 лет, да. Значит, здесь в составе что еще есть? Здесь есть витамин группы В. В1, В2 и В6, которые, как заметили по исследованиям, дефицит витаминов группы В, в том числе, на фоне дефицита железа возникает. Поэтому продукт дополнен В-шками. Составчик, да. Соответственно, там есть в составе еще экстракты земляники, которые сама являются источником железа и витамина С. А я отмечу, что витамин С улучшает усвоение железа. Ух ты! Поэтому, в принципе, прием данных компонентов очень важен. Также в составе экстракт шиповника, который тоже является источником витамина С. и также рутина, которая, опять же, хорошо усваивается совместно с витамином С. Поэтому здесь и экстракты, и витаминки, и железо, которые имеют синергизм. То есть то, что улучшает действия друг друга. Взаимно помогают в работе. Да. Ты сейчас ответила на полностью вопрос, который только что появился в комментариях, но не только что до этого, условно говоря, с какого возраста вкусное железо. И, девочки, прочитайте состав на упаковке. Все показали, рассказали, на вопрос ответили. Классно. Так, пробовать? Пробовать? А что, как же еще? Так, ребят, только попробуйте, потом сказать, что я опять ем. Я пробую, я дегустирую. Тем более витамины всем нужны. Да, тестирую. Так, а тут форма сиропа, она более жидкая, да? Да. То есть, соответственно, из тика постепенно выдавливается сиропчик. Она такая, как будто бы вареньица прям. Ну, варенье более плотное, но... Да, такая достаточно густая консистенция. То есть, не будет фейерверков. Знаешь, когда раз, и все вылилось. На вкус, знаешь, на что похоже? Шиповник. Да, ну, там он есть. А, да? Икторик шиповника есть, да. Вот реально, вот как будто бы вот такой вот хорошо заваренный шиповник. Тот самый напиток, которым мама меня поила. Классно. И это в день нужно, да? За раз? Да. Никуда не складываем, не скрепочкой в холодильник. Нет, прям выпили, и все, да. Да. Ну, детям от... Ну, опять же, давайте сверимся. Вот. Детям от 3 до 14 один раз в день. Соответственно, детям старше 14 два раза в день. Поскольку потребности в этом возрасте больше. И нужно их восполнять, эти потребности. А как вообще лучше, ты человек, который на себе тоже все это проверяет, вообще, в принципе, внутри 10 лет, можно сказать, да, вот в общем, даже больше уже. Как лучше, перед едой утром натощак или после завтрака, или можно вечером. Вот есть какое-то время, в которое эффективнее принимать? Я за то, чтобы всегда смотреть на упаковку, потому что разные продукты могут рекомендоваться по приему в разное время. Но вообще лучше после еды, конечно. Чаще всего на биологических активных добавках пишут после еды, иногда во время еды. Но опять же, это во время, ну, никто не будет супом там заедать, витаминки. То есть, все равно это прием после. Ну, то, что можно как будто бы потом, знаешь, так раз и запить. Да. Что сверху можно еще что-нибудь там. Ну, да. Да, да, да. Так, хорошо. Так, спасибо, девчонки, за ответ. Этот состав показали на коробке, ты растолстеешь сегодня, Марсель. Спасибо вам за данное проклятие. Но вот, кстати, вот ты знаешь, первым делом, например, когда вот у меня, допустим, даже мама пришла к терапевту тоже там. Вот, что-то я поправилась, не могу похудеть. Ее отправили к другому врачу, она сдала анализ. Ей первое, что сказали, это витамины. Тоже ей вот по железу, знаешь, все подогнали, сказали, чего не хватает. Так что я не растолстею. Я за сегодняшний стрим, а может быть, знаете, наоборот, наполнись энергией и все встанет на свои места. Потому что вот иногда нам кажется то, что наша раздражительность, да, то, что вот мы сегодня обсуждали сонливость, капризность, еще какая-то вспыльчивость или даже вот набор массы. Вы подумайте, вы, может быть, комплексно подойдите к этому вопросу, задаете анализы. Иногда вот эти вот показатели сразу расставляют все по местам, чего не хватает, какие витамины подтянуть, какие элементы нужно добавить в свой организм для того, чтобы и этот, знаешь, скажем так, пунктик вес в том числе встал на свое место. Ну, вообще, с точки зрения веса, то, во-первых, а, конечно же, от таблеток мы чаще всего не толстеем, если мы говорим там про биологические активные добавки, да, то есть мы не... Это не гормональные средства, которые там могут влиять. Не сладости вам. Да, ну и в данном случае вы всегда можете посмотреть на упаковки, калорийность, особенно на жидких формах, это всегда указано, кто занимается подсчетом там к БЖУ, то вся информация есть, и можно всегда там вписать это в рамки. Вот, опять же, мы, наш организм больше, ну, получает из еды все-таки, нежели чем от таких продуктов, и съев там, не знаю, там 6 таблеток кематоши, понятно, что там нет такого объема, который на вас повлиял, и вы вдруг резко начали массы. За один день пришли, знаешь, так бац. Все-таки на набор массового тела влияет активность, питание, это самое важное, и, конечно же, дальше идеальная картина, что вы пошли, сдали анализы, вам все показали, рассказали, сказали, что вам нужно принимать, может быть, в большом объеме, как уже, как лекарство, или в профилактическом, поскольку нужно поддерживать вот эту подпитку организма. Ну, вот, что я поняла для себя, что вот, например, с чего ты начала, в принципе, это все еще плюс ко всему из того, что мы сегодня обсуждаем, это и профилактические методы относительно того, что перед этим не обязательно, знаешь, там, прям точно. Ну, это превентивные. Да, 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 то есть, как бы, не обязательно точно иметь на руках все показатели, анализы, потому что в данном случае мы можем хорошую профилактику для своего организма и для своих, там, членов семьи организовать, и для этого не требуется какой-то вот такой вот уже внутренний глубокий клинический подход. Да, согласна, конечно, лучше заниматься профилактикой, нежели чем лечением, то есть, превентивный подход, вы заботитесь о себе, и организм вам скажет спасибо, и в меньшей вероятности у вас возникнут какие-то там болячки. Вот, и в данном случае, да, это продукты для того, чтобы вот заниматься профилактикой дефицит железа, потому что, опять же, в некоторых регионах в России дефицит железа наблюдается у 50-60% населения. Вот, то есть, это практически каждый второй, и даже чаще, поэтому тут важно заниматься профилактикой, поскольку все-таки из пищи мы не получаем, и даже то, что приходит с пищей, осваивается очень малая часть. Ну, и, к сожалению, сейчас не открою ни для кого тайну или секрет, условно говоря, если раньше можно было рассчитывать, знаешь, на то же там мясо, ну, хорошо, да, сегодня о нем уже говорим, сейчас его найти такое, чтобы ты получил из него полезные вещества в том объеме, который изначально в него заложен, очень сложно, да, предполагалось, потому что, ну, давайте будем откровенности с продукта, ну, такое. Тем не менее, вопрос очень коварный, Валентина. Так, я готовлюсь. Хотя, мне кажется, знаете, вот Татьяна, которая задала этот вопрос, просто не с самого начала смотрит наш стрим, но тем не менее, а вы берете своим детям этот продукт? Да. Более того, и Валентина, и ее дети участвуют в тестировании этих продуктов. Ну, вот я даже так могу сказать, что понятно, что мы все разные, вкусы у всех разные, и вот интересно наблюдать такую картину, да, вот мы там, у кого двое там, больше детей, мы же видим, и дети разные, вкусовые пристрастия у них разные. Вот у меня младший очень любит таблетки, то есть обычно, ну, так скажем, чаще, конечно, предполагается, что дети любят мармеладки, какие-то сладости и такие. Вот у меня младшие таблетки, вот, а старший при этом, вот он сиропчики, мармеладки, и он ближе вот к такому формату, то есть как раз сластенка. Ну, то есть, опять же, да, из-за того, что у вас есть вот эта возможность самим выбирать форму, самим тестировать, и вообще, в принципе, да, вы глубоко интегрированы в данный процесс, вы можете поиграть с этими формами и сделать для любителей таблеточек, знаешь, для докторов Айболита в будущих, да, или для сластен, которые любят желейную форму. Это очень здорово, потому что вот я помню, я была маленькая, и были одни только вот такие витамины, причем большие, а в детстве все кажется еще больше, а они реально вот такие вот лопаты были. И вот это вот ты углотаешь, пытаешься, начинаешь ты сожевать, какая-то мука во рту, и, конечно, потом тебе кажется, что витамины, да упаси Господь. Сейчас классные витамины в любой форме, и это очень здорово, поэтому вы можете для себя подобрать, а можете еще и плюс ко всему для своих любимых детишек. Вообще, в принципе, членов семьи. Кстати, не забывайте о том, что сейчас вы можете плюс ко всему перейти в список товаров. У нас здесь сейчас в студии нет, но вот здесь уже со скидкой есть также еще вот этот комплекс, который мне в прошлый раз очень понравился. Для взрослых, да? У вас еще и очень классный дизайн, я хотела сказать. Вы пробовали вот эти вот сердечки, поэтому переходите, ребят, смотрите, скидка еще действует. Так, все, беру своим. Правильно. Потому что витамины на самом деле здорово поддерживают наш организм. Наши зрители очень заскучились на самом деле за это время, все рады, что мы наконец-таки вернулись в стримы. И я на самом деле это замечаю по чату, потому что здесь уже между друг другом, кто там вообще с какой прической, кто замужем, не замужем. Ребят, мы скучали. И я очень рада, что у нас сегодня вот такой вот крутой старт, полезный старт. И самое главное, если вы смотрите данный стрим в Инстаграм, к сожалению, чат я не вижу. Вы можете параллельно перейти еще и на Азон, посмотреть данный стрим, написать нам, если есть вопросы, и плюс ко всему сразу же заказать. Потому что вот раньше, помнишь, было время, когда были только обзоры, видеообзоры. Вот смотришь, да, классно, скрин себе делаешь, а потом когда-нибудь куплю. Вот еще искать надо, находить надо. Здесь на платформе Азон все для вас максимально просто. Мы производим полноценный обзор, пробуем, да, дегустируем, да. И вы сразу же можете без всяких скринов и так далее приобретать, потому что все, что мы обсуждаем, все здесь вы можете сразу же во время стрима увидеть. Плюс, посмотрите, для вас специальные скидки для наших любимых зрителей. Отправляйте в корзину на Азон, формируйте свой заказ. Не забывайте, что скидка действует час во время стрима, час после стрима. Если мы начали с вами в 19.10 по московскому времени, значит, данная скидка будет до 21 часа 10 минут. Вы все успеваете? А мы еще раз напоминаем, что сегодня мы обсуждаем тему железа в нашем организме. Так, если у вас еще есть вопросы, обязательно их пишите. Так, что тут бурятия у нас? Почему доставка в бурятию недоступна? Обидно за бурятию. Кстати, есть представитель бренда, который сейчас у нас в чате параллельно еще отвечает нашим зрителям. Поэтому у вас сегодня, знаешь, с двух сторон. Ты у нас представитель бренда в комментариях. Круто. Я хотела бы, знаешь, еще какой вопрос затронуть. Мы вот для того, чтобы если у нас сейчас новые зрители подключаются, они подключаются, мы обсуждаем, это же не только формат детских продуктов, да, то есть это можно использовать как взрослым, так и детям. Я заметила, что действительно у вас очень подробно написана дозировка, и здесь взрослые не исключаются. Да, в бренде Гематоша у нас и дети, и взрослые, причем в каждом продукте, и в таблеточной форме, и в мармеладках, и в железных батончиках. Да. Вот, то есть взрослые, конечно, в основном чаще предпочитают мармеладки, поскольку это вкусно. И кто любит сладости, тот любит желе. Вот, тут, так скажем, у кого какой вкус. Вот, и таблетки для тех, кто хочет поменьше сахара, поменьше, ну, в принципе, там, фруктозы, больше за спорт и так далее, получить больше именно железа и минимальных количеств килокалорий, вот то, что вопросы там были по буржаму и так далее, да. Соответственно, они выбирают таблетки. И тут, поэтому по таблеткам, например, больше вкусов, чтобы можно было взрослому выбрать, какому им больше понравится. Вот, с точки зрения линейки Kids, которую вот мы в конце смотрели, сиропчики, это именно только детский продукт. То есть для взрослых он не предназначен. Всё, понятно. Это только для детей? Да. Хорошо. То есть с 3 и до 18 лет, поскольку всё-таки у взрослых потребностей ещё больше, и, ну, с нашей точки зрения, принимать несколько стиков, там уже 4, уже это неудобно. То есть там всё-таки это больше классические продукты в капсулах или в другой форме, то, что взрослым может быть там. Так, скажем, меньше в день потреблять. Вот. С точки зрения витамины здесь он, конечно, тоже больше для детей предназначен, поскольку всё-таки бегемотики, вкусовая форма, это больше такое, ну, детской направленности. Поэтому это дети, а это всё и детям и взрослым. Да, и взрослым можно. Да. Так, у нас тут ещё было несколько вопросов относительно для иммунитета. Есть что-нибудь? Ну, я вот так скажу, что железо, вообще железо, оно в принципе влияет на работу иммунной системы. Поэтому в данном случае, если мы говорим про иммунитет, то это тоже продукты, которые улучшают работу иммунной системы, потому что дефицит железа ухудшает её работу. А если интересуют прям конкретные продукты, которые предназначены именно для иммунитета, не связанные там с железом или более полные комплексы витамины нейральные, то можно посмотреть. А давай я покажу даже, как это сделать. Да. Потому что здесь вы можете перейти вот сейчас в любой товар, который участвует в стриме, а дальше нажмите для перехода на ВТФМ. Вот здесь вот вы увидите все-все-все-все-все-все витамины, добавки, которые вы можете для себя подобрать. Изучайте, смотрите, здесь есть абсолютно, скажем так, под любой запрос антистресс, иммунитет, сердце мы с тобой, помнишь, тогда обсуждали. То есть вы можете поддержать свой организм, вот форматин и так далее. Полистайте, посмотрите, потому что вот здесь вы можете найти полный список всех тех продуктов, которые есть у производителя. А во время стрима, вот мы сегодня обсуждаем железо, соответственно, на эту продукцию есть скидка. Да, мы на самом деле к стриму добавили к возможности закупки со скидкой комплексы витамины минеральные, поскольку кому-то именно хочется полный набор витаминов и минералов, в том числе, где содержится железо. Поэтому там можно увидеть и вот Витаем Мульти в виде мармелада как раз для поддержки именно как витаминно-минеральный комплекс. Если интересует прям очень хороший подход к восполнению дефицита полезных веществ, я бы обратила внимание на Витаем Эксперт. Вот мы-то осмотрели тристеры, в которых есть капсулы витаминно-минерального комплекса, капсулы с омегой и капсулы с пробиотиком. Соответственно, это прям полноценная поддержка организма. А давай найдем здесь, чтобы показать. Сейчас мы прям... Ну ничего, сейчас подождем немного. Просто для того, чтобы мало ли, если кому-то нужно, у нас сейчас подключаются новые зрители. И вопрос такой, скажем так, да, злободневный, чтобы вы могли заскринить. Ну вот, например, для мужчин. А у вас вот витаем мужской и женский есть. И взрослый. Да, и взрослый комплексно. Смотрите, вот, вы, переходя на... Как я вам говорила, да, вот сюда нажимаете и переходите в список всех товаров от бренда. И плюс ко всему вот тот самый комплекс, о котором до этого Валя говорила. Так что вы можете для себя подобрать мужской, женский, а есть еще общий. Да? Общий для взрослых. Да. Для человеков. А, вот, я, кстати, нашла его. Вот, зелененький. Зелененький, да, да, да. Поэтому, опять же, можете сейчас заскринить и перейти в корзину, отправить его. Не забывайте о том, что мы с вами говорим про... Это не какие-то лекарства, да. То есть, все-таки обращайте внимание на то, что мы сейчас говорим про профилактику, про поддержание организма. Это как правильно сказать? Ну, это профилактика, да. Это поддержка организма, это восполнение дефицита витаминов и минералов, которые являют в целом на нашу работоспособность и работоспособность нашего организма. Да. Так, друзья, по поводу скидки сейчас вы спрашиваете. Вы переходите, прям не выходя из стрима. Все очень просто. Смотрите, 13 товаров. Хоба. И вот здесь вот скидки для вас сейчас сохранены. Они действуют на момент стрима. И час после того, как мы закончим до 21.10, они будут активны. Поэтому вы можете полистать, посмотреть. Переходите в карточку товаров. Также, кстати, смотрите, есть отзывы, листайте, описания, характеристики, составы. Видите, все-все-все в достаточно обширной форме предоставлено. И вы сможете посмотреть, полистать, почитать, повыбирать. Главное, если вы сейчас капризничаете. Знаешь, мне очень понравилось то, что иногда вот бывает такое, загоняешь себя. Ну, вот там работа, учеба, ну, вот такое. И не понимаешь, что с тобой происходит, ты как будто сам не свой. Какой капризный, плаксивый, обидчивый, какой-то вот как загнанный зверек. Знаешь, вот лишь бы не трогали и спать. Ну, вот к вопросу, да, потребности женского организма. Почему выше? В том числе у нас есть такие дни, когда у нас прямо железо прощает. Вот, поэтому в данном случае, например, да, для девушек, для женщин, особенно девочки, подростки, да, которые, в принципе, начинает организм перестраиваться, для них это, ну, некий стресс, нужно все-таки обращать внимание на профилактику дефицита железа и принимать такие продукты для того, чтобы те же самые наши перепады настроений, которые в такие моменты у нас, такие качели бывают, они в том числе, потому что вот такие физиологические истории, да. И причем это же нормально получается, природно это нормально, просто есть какие-то вот эти вот механизмы, которые вот чуть-чуть поддержать, знаешь, добавить туда. И станет проще. И станет проще. А я даже со стороны иногда смотрю, там, крестница, ей 14 лет. И понятно реакция родителей, знаешь, ты что делаешь? Тебя колбасит, ты вообще какой-то чужой ребенок. А это вот появляются какие-то конфликты на пустом месте. Просто витамины, просто железо. Начните с малого, если никогда не пробовали. Если у вас ребенок сейчас в доме, ну вот по чуть-чуть, по чуть-чуть работайте с этим. И действительно это и на нас хорошо влияет, потому что, благодаря вам, кстати, я хочу сказать вам спасибо, потому что я как-то в прошлый раз, знаешь, там, одни витаминки, вторые витаминки. И реально ты становишься более каким-то адекватным, жизнеспособным человеком. А не просто, знаешь, ты вот киньте в меня шоколадку и не трогайте. Это круто. Вы можете прямо сейчас тоже для себя или для своей семьи и вот такой вот помощник для организма подобрать. Причем разные формы. Это тоже стоит еще раз отметить, так как у нас скоро стрим, к сожалению, подойдет к концу. Мы видим по комментариям, как вы по нам соскучились, но мы скоро еще раз встретимся и не один раз. Это абсолютно точно. Но вот разные формы, это опять же все люди разные. Дети, взрослые. Кто-то может таблетки, кто-то не может таблетки, кто-то исключительно таблетки, как твой сын. Поэтому вот за это еще хотелось бы сказать отдельное спасибо, потому что мы с вами имеем такую возможность. Это не, скажем так, вы от и до производите. Да, мы полный цикл. Да, полный цикл. Это вообще круто. На самом деле, мне кажется, это даже редко иногда. Ну, я имею в виду вот так вот за руку, знаешь, рядом, поставить человеку, который непосредственно имеет к этому отношение, причастен. Поэтому вам, ребята, огромное спасибо. Да, спасибо. Поэтому я бы акцентировала, что при желании можно, да, всегда посмотреть нашу продукцию в компании ВТФ. И правда у нас во многих, так скажем, функциональных продуктах мы предлагаем разные продукты в разной форме, чтобы это было, человек мог выбрать то, что ему интересно, то, что ему больше подходит. Мармеладки, желешки, таблетки, соответственно, там капсулы. Всё это разные-разные виды, где каждый найдёт для себя то, что ему нужно. А плюс эту сталь, таблетки, ну, можно перейти на мармеладки. Можно миксовать, можно менять. Разнообразить. Так, тут ещё вопрос относительно, а во время лактации можно? Нужно смотреть на противопоказания, которые указаны всегда на упаковке. Соответственно, если в противопоказаниях есть беременность кормления грудью, то, значит, нельзя. Ну, то есть, как бы всё понятно. Да. Вот, в данном случае у разных продуктов иногда противопоказания разные, поэтому лучше смотреть на упаковке. И в данном случае я бы, да, может быть, ещё раз показала, что на упаковке всё написано. Ну, кстати, вот упаковки классные. То есть и состав, и содержание активных компонентов. И дозировка, сколько, чего, когда. Да, соответственно, вся информация есть, и всегда, если даже есть вопросы, вы можете зайти к нам на сайт, позвонить на горячую линию, наши специалисты и коллеги, конечно, сюда ответят. Ну, в рабочее время, ну, да. Снова платки меня просто. Потому что я такая, да, слушайте, круто так вот сближаться. А ещё у вас Инстаграм. У нас сегодня, кстати, там тоже рестрим проходит, то есть трансляция и туда. Как найти в Инсте вас? У нас в Инсте у компании на самом деле три аккаунта. Ох, одного вам мало? Одного мало, да. Соответственно, тут можно, сегодня идёт эфир на аккаунте линейки Kids. Вот, можно найти аккаунт ВТФ Завод, где в целом вот аккаунт нашей компании. Сокращайте дистанцию, ребят. Не успели задать вопрос во время стрима, звоните на горячую линию, либо пишите в директ в Инстаграм. Мне кажется, это очень здорово, потому что и посты, и вот такие стримы позволяют всё-таки как можно больше информации узнавать, потому что мне кажется, эта тема всё равно так или иначе не такая глубокая для нас. Ну, то есть, это не то, чтобы привычка каждого дома и каждой семьи. Потихоньку мы с вами приходим к тому, что, да, действительно, питание, оно не восполняет, и надо как-то чем-то себя дополнять. Поэтому ничего страшного, я тоже знаю не всё. Я вообще готова слушать, так что, как? Я не знала этого. Действительно, очень много вопросов, которые мы с вами ещё не обсуждали, которые могут у вас появляться. Поэтому не стесняйтесь их задавать. Либо здесь в чате во время стрима, либо переходите в Инстаграм, потому что это действительно тема, ну, более-менее такая, скажем так, новая и молодая. Кто-то давно с ней знаком, но, тем не менее, в каждый дом потихоньку приходят витамины, потихоньку приходят бады, которые помогают нам поддержать свой организм. И, кстати, мне кажется, эта тема дальше будет ещё, скажем так, более необходимой, потому что, если мне раньше казалось, что, знаешь, через года-два спокойнее мне будет. Господи! Да два года назад у меня стресса в жизни был, а сейчас каждый год он как бы ускоряет темп жизни. Ну, я бы, в принципе, отметила, что в России очень низкое потребление полезных продуктов. То есть, если говорить про Японию, там потребители, 90% населения, покупают биологические добавки, и это для них норма. Причём это вот давно у них такая вот история. Ну, над этим как бы работали разные направления. Данность как бы такая, что и эта страна с долгой продолжительностью жизни, и высокое потребление биологических активных добавок. Высокое потребление в Америке, то есть это норма, когда ты там заходишь в магазины, там большие стеллажи, полные совершенно различных форм выпуска, опять же, там и продуктов. Вот в России у нас потребление очень низкое, насколько я помню статистику, по итогу он 21-го года, по-моему, мы там дошли, наконец-то, вроде в районе 20%. Да очень мало. Это очень мало. Да, это очень мало. И причём на это ушло, вот мне кажется, лет 20, наверное, потому что мне кажется, то, что ничего, кроме аскорбинки... Да, основные категории, это были все просто кушали аскорбинку и гематогеновые батончики. Это основные категории, которые в пачках занимали... И то только дети. Ну, ещё спортсмены их кушают, на самом деле, часто. Ну, вот спортсмены, может быть, и взрослого ни одного не видела, никогда. Вот я даже с детства помню, это вот детская, это вот ты. Да. Поэтому, мне кажется, если сейчас вот эта вот история как-то чуть-чуть сдвинется, и всё-таки давайте будем немного здравыми эгоистами. Я всё-таки за то, чтобы любить себя и свой организм поддерживать, потому что потом, ну, серьёзно, лечение стоит в разы, в десятки раз дороже, поэтому это нормально, чего-то не знать, с чем-то знакомиться новым, пишите, задавайте вопросы, просматривайте стримы, если вы, например, только сейчас подключились, пересмотрите потом стрим, найдите те, которые уже есть сейчас на платформе Озон в архиве. Это действительно очень интересная тема, и не забывайте о том, что это касается не только нас, но и членов наших семей. И мне кажется, вот сейчас, знаешь, когда у людей всё есть, но глобально, делать подарки стало сложнее, и, знаешь, недавно, я помню, мы приехали тоже на мероприятие, на день рождения, к другу, и там мне очень понравилось то, что у меня знакомая, она подготовила бокс, знаешь, такая коробка со всякими полезными БАДы, витаминки, что-то ещё, там что-то для локоточка, знаешь, ну, не относительно того, что ты дедушка, тебе 30, нет, а того, что, в принципе, человек может не успевать за этим следить, или купить, или заморочиться, вот он сейчас вот в этой беготне, классный здоровый бокс, он реально будет очень крутым подарком. Да, и вообще витамины дарить, это очень хорошая история, мне кажется. Мне кажется, это идеальная идея, идеальная идея. И на этой роскошной ноте, смотрите, у нас остаётся буквально 2 минуты, ещё скидка будет действовать, поэтому вы можете не переживать, почитать карточки товаров, потому что там всё написано, от рекомендаций до состава и так далее, поэтому сейчас впереди всё равно, так иначе у нас у всех свои праздники, какие-то встречи, выходные, поэтому дарите классные подарки, а не знаешь, что подарили когда-то 5 лет назад мне. И по кругу ходит теперь эта коровка. Я бы даже так сказала, что вот эти горы шоколадных конфет, которые есть у детей по итогам Нового года, это же мы прям убираем куда-то. А, кстати, я прочитала в интернете, Инстаграм не стала просто, и мне понравилось, там девушка рассказала о том, что они в родительском чате тоже готовили, выбирали, какие будут подарки у детей на Новый год. Почему-то я думала, что это делают вучителя, оказывается, это делают родители, и они выбрали не конфеты, а у них были вот такие вот мешочки, ну, новогодние вот эти вот, вот с такими всевозможными мармеладками, конфетками, желешками. Именно вот с витаминами и полезными элементами. Это мне кажется дико круто, да? Да, я полностью поддерживаю. Еще потом к зубному ходить, кариес лечить, ребят. Оно нам надо. Так, всех благодарим. Вот, кстати, в Южной Корее принято дарить витамины на день рождения. Вот. Какие молодцы. А мы же часто смотрим туда и думаем, какая-то другая вселенная, другая какая-то вообще цивилизация. Они так там на своем здоровье помешаны. Давайте возьмем все самое лучшее оттуда. Давайте будем тоже теперь ответственными за свое здоровье. Мы вас благодарим. Еще целый час будет действовать скидка. Валя, тебе огромное спасибо. И тебе очень большое спасибо. Я потом забираю с собой чемодан знаний. И все это в очень легкой форме. И сегодня, кстати, мы поговорили, я узнала очередной раз все, вот знаешь, то, чего никогда я не знала. Очень много полезной новой информации. Поэтому тебе спасибо. Ты сначала пять, да? Я тоже думала. Как бы? А, давайте. Вас благодарим. Мы тоже дико соскучились, ребят. Совсем скоро увидимся еще вновь и не один раз. Поэтому всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok